друзья привет всем сегодняшнее видео будет разделено у нас на две части хочу сделать видео которое будет скажет включать будет в себя все то что я покупал себе там аксессуары какие-то что-то по запчастям плюшки в общем все что покупал для мотоцикла за последние два-три года что-то покупал по второму разу но все буду объяснять для удобства просмотра я сейчас во всех своих видео использую тайм-коды поэтому если вам что-то конкретно интересует и не хочется все полностью смотреть можете пройти в описании и через тайм-коды все это дело посмотреть работа проделана большая поэтому не подступите с лайком и написать какой-то хороший комментарий потому что я надеюсь что то что я предложу по крайней мере ну половина из этого наверняка вам окажется полезным если вы не знаете все приятного посмотра поехали и так ну что ж давайте начнем первое чего бы я хотелось начать я прям по списку так иду рандомно то есть не выстраивай никакой логической цепочки болты крепления лобового стекла вот я к сожалению не могу что-то найти этот пакетик который заказывал я заказывал два разных варианта и вот тот который я уже говорил в предыдущем видео о том что те которые советовали в группе эти болты не подходят сюда их надо доделывать что-то додумывать может быть я думал так и останется я так и сделаю но потом заказал все открестнул вторые болты и вот эти подошли очень даже великолепно самое главное они в принципе одинаковые все когда будете заказывать смотрите что болт был неровный я вам сейчас фото покажу вот этот болт не подходит вот а вам нужен вот такой болт для того чтобы у него были такие посередине такая выпуклость него тогда не подходит вы берете там пятерку они принципе теоретически все одинаковые как я понял ничем не отличается в общем они подходят берите запасом стоит копейки ссылка в описании и так прокладка для глушителя я уже говорил о том что в одном из видео я снимал видео что я сделал крепление через базальтовый шнур потому что не дождался не дождался прокладок на самом деле вот вот эти вот прокладочки которые мне пришли которые должны идти между глушителем и ой как называется это ребят в общем место где вот крепится вот этот базальтовый шнур вот у меня вот здесь должна стоять вот такая прокладочка вот их пришло две штуки не знаю как насколько они подходят или нет но я думаю что должны подойти ссылка тоже в описании если кому-то нужно смотрите по качеству материала пока предварительно нормально но насколько они подойдут или не подойдут вам сказать не могу ну либо используйте базальтовый шнур если вам так удобнее итак грузики руля тут написано диверсию но на самом деле кроме того что здесь только напись надпись что это диверсия никаким образом они к диверсии никакого отношения не умеют это обычные какие-то универсальные грузики которые вы собственно цепляете на наверное на любой мотоцикл я предполагаю их можно зацепить вот но у меня есть видео там мне пришлось повозиться чтобы закрепить потому что на стандартные они сюда не подходят это как вот знаете поворотник там хочу такое хочу такое чисто надпись диверсия хотя ничего особенного вот единственное что у нас произошло у меня какой момент это отводилась у меня вот эта штучка колпачок открутился не выпал я целый сезон отъездил и уже заказал сейчас себе вот новые и уже с одного снял и поставил себе вот заказал себе новый хоть и не стоит там прилично ссылка будет в описании можете смотреть вот но вот они мне нравятся собственно хорошие ну и сразу хочу сказать что это для действительно грустики руля вот потому что есть бывают такие продаются ну просто не вообще легкие как пушинка такая да то есть ну это понятно что это просто декоратив это действительно хорошие грузики они имеют достаточно толковый вес не знаю как по госту там подходит нет но в общем ну не знаю мне нравится и я падал на них у меня там на каком-то из них на куда вот на эту сторону наверное падал и у меня тут были царапины и все как бы поэтому претензий к ним нет вещь хорошая но чисто развлекаловка далее вот такой вот утеплитель на шею я покупал себе флисовый в нем я уже езжу два года очень хорошая вещь честно вам скажу вот очень греет как у меня проблемы еще с продуванием постоянно шеи и затылка мне какая-то еще мода постоянно прижимать плечи то вот эту штуку когда ты одеваешь холодное время она вместе со шлемом достаточно шикарно выглядит сейчас я попробую накинуть на себя вот но у меня принципе сейчас байка с горлом поэтому мне не совсем она удобно лежит но смысл понятен то есть надеваете она очень хорошо открывает хотите так хотите полностью закрываете допустим я не любитель когда рот закрыт у меня даже все балаклава не всегда тянута вниз потому что мне очень удобно но вещь действительно очень хорошая теплая мягкая стирается нормально и мне кажется даже не обязательно дальняк какой-то если куда-то вам так выехать надо и прохладно для любых покатушек утром вечером я даже летом одевал когда бывало прохладно и сыро ссылка в описании ключи которые по-настоящему достаточно редко пользуешься да это ключ для регулировки передней шайбы передней траверсы честно говоря совершенно бесполезный ключ там все можно сделать и так то есть ну вот этот ключ реально не особо интересен и но он качественный форсейш он такой вес имеет ну сам по себе ключ неплохой покупал беларуси поэтому ссылки не будет в одном из магазинов не помню в каком так и второй ключик это у нас ключик для заказывался на ли ссылка будет в описании один из ключей который тоже используется очень редко для регулировки амортизатора преднатяга вот еще раз ссылка в описании кому интересно ключ такой него но вам и регулировать не каждый день зато цена очень даже адекватная воздушный фильтр понятно стоит где кто катается на диверсии все знают вот заказывался ли кому интересно пожалуйста ссылка в описании как он себя ведет сказать опять же ничего не могу но я его купил поставил подходит он просто идеально и вот и буду менять на такой же дальше кататься я верю что все будет в порядке вот на фото вы видите сам фильтр ссылка тоже в описании кому интересно заказывать и так но поворотники поворотники я говорил очень много мне не очень нравятся не буду заострять на этом внимание они достаточно гибкие несколько раз на месте я на мотоцикле в принципе не падал ни разу слава богу надеюсь даст бог и не буду падать вот но на месте я заваливался пару раз и большой плюс этих поворотника в том что они просто складываются ну сейчас многие современные поворотники так делают они чуть подгибаются ты поднимаешь и дальше поехал все я не работает не глючит ничего все работает в порядке но задний поворотника у были проблемы с одним половина перестала гореть и я купил новое но в этом году купил передний новый потому что стояли белые я поставил голубые английские глазки здесь могут быть красные здесь могут быть белое здесь могут быть голубые не знаю еще какой цвет вот но вообще это светодиодки работают качественно хорошо мне очень нравится вот светит они достаточно ярко даже в темноте вот сзади с дополнительным светом то есть ну вот я сейчас пола полна в полной темноте вот вы можете посмотреть как они работают ну наверное получу это лучше смотрится ну в общем мне нравится ссылка тоже будет в описании если вдруг тот захочет поставить пожалуйста забыл сказать еще один очень важный момент что когда бы если вдруг кто-то решит такие поворотники поставить люб на не все вот как оказалось я с этим сталкивался сюда нужно ставить совершенно другое реле потому что они вас будет тупо просто гореть либо не гореть вообще у меня есть видео на канале опять же кто желает можете посмотреть и я там показывал там очень много просмотров кстати у этого видео вот можете посмотреть я тут оставил подключал реле для светодиодов именно поворотников поэтому обычно потому что обычно сюда не совсем подходит хотя некоторые есть которые у меня стали до этого я купил такие узенькие да вот они так раз два три раз два три так моргает да то есть последовательно так вот вы знаете они кстати работали на обычном реле а вот эти капризные и я долго мучился советовался узнавал на рынок ходил там кучу специалистов в горе там спрашивал там слушайте ни один нормально не ответил я реально пошел купил реле для светодиодов подключил в общем там на видео можно будет посмотреть все ссылка тоже в описании сальники и пыльники я заказывал тоже солим вот я покатался уже на них вот они видите все в порядке я покатался уже на них тут ну километров не знаю но может каких-нибудь 15 по гаражам уже так накатал для души может быть 20 вот менял сальники пыльники брал я с али вот их размеры то есть как как бы по официальным размерам вроде как они не подходят но на самом деле как видите все становится прекрасно все устанавливается и все прекрасно подходит большой плюс если вы берете там фирму вот это all bells по моему называется надо то есть если вы возьмете эту фирму то у вас сразу как я понимаю тут комплекта можно взять то есть сальник пыльник и обязательно пружина тебя смотрите пружины потому что ну у кого я вот не смотрю не спрашиваю всех они гнилые а купить их отдельно это практически невозможно мне просто очень сильно повезло потому что попался человек сергей по моему заводу среди большой привет если подписан на канал огромная благодарность что человек просто так взял за свои деньги выслал вот эти вот мне вот эти пружины и для меня это до сих пор остается загадкой то есть как можно так вот просто взять просто вот так вот в общем серёга будешь минска жду в гости приезжай так что пыльники и сальники пока работают нормально тоже смогу сказать только в конце сезона церемонии колодки передние задние не буду долго задерживаться на этом в этом году я заново поставил новые передние колодки новые задние но в следующем году если у меня будет такой же пробег я ничего менять не буду на этих же колодках я буду ездить дальше все колодки отличные меня полностью устраивают могу спецкорий с кем удобно за 12000 они проявили себя очень достойно несмотря на то что китай ссылка в описании следующая такая моя покупка это анти скользящая и анти вибрационные накладки вот такие на ручке я делал их только сейчас в этом году вот но не было прошлое одного я уже говорил что в одном это путешественника я посмотрел мне очень понравились тем что вот вы берете прям такая ручка во-первых толстая как на автомобиле значит мы оплетки одеваем и уберешь за оплетку лично мне очень нравится с точки зрения просто такой приятной тактильности здесь та же самая ситуация то есть вы берете за гриппсу и чувствуете что прямо на такая мягко касаетесь ночь вибрации знаете что у нас тут вибрации на трех тысячах трех с половиной хватает поэтому ну вот вы знаете чувствуется что она немножко забирает в себя я еще покатаясь сезон посмотрю вот поставил две такие ручки только сразу хочу хочу предупредить если будете покупать вдруг будете ставить эти ручки ни в коем случае чего не обрезайте в тушках примерите они будут чуть чуть длиннее но как только вы их оденете они будут ровненько вам по гриппе станут ровненько вот поэтому стоят копейки но эффект не касать них есть конце сезона я свое мнение по этому поводу скажу ссылка в описании пожалуйста накладки на ручки сцепления тормоза тоже очень много об этом говорил вот и предпоследнем по моему видео я говорил об этом поэтому что касается этих ручек не буду останавливаться ссылка в описании пользуюсь давно мне нравится и отказываться точно я от них не буду если они подустанут они скорее всего подустанут у них с концу сезона я снова закажу очень удобно комфортно цепляются жестко так и мне очень нравится я в них уже прошел два сезона мне еще на баджаже стояли такие и так чехол чехол для мотоцикла который я приобретал на валбересе стоил он очень дорого что-то в районе наверное долларов ну прям совсем демократично может быть 17 максимум 18 долларов вот что за фирма понятия не имею ссылочку я оставлю сейчас он немножечко дороже стал вот вот он выглядит так после работы одного сезона пользовался им примерно где-то через день есть у меня обзор на него на канале когда его покупал единственное чтобы я порекомендовал в этом чехле это делать больше вот этих креплений то есть купить один такой длинный ремень его можно где угодно заказать и вот такой вот фастекс и и просто сделать побольше креплений сюда-сюда там хотя бы через сантиметр каких-нибудь 40 потому что его когда при сильном ветре все-таки не хватает и срывает в остальном но это было у меня только один раз я пришел у меня на руле вот прям висит чехол здесь вот на на зеркале но не улетел никуда он просто висел поэтому настоятельно рекомендую кстати вот надо завести будет и попросить чтоб мне сделали но состояние чехла видите вот через день я его одеваю я думаю что он еще отходит у меня сезон один и потом я поменяю то есть если раз два сезона поменять чехол за 15 долларов я не думаю что это критично будет для кого-то но от наружная часть она вообще идеальная внутри вот он есть какие-то да такие вот тут моменты какие-то такие царапинки и прочее но от этого он ничего не пропускает хуже он не становится то есть чехол вполне себе достойный есть обзор на канале ссылка в описании на покупку кто желает пожалуйста одна из моих любимых покупок это зарядка с вольтметром вот с таким очень удобная вещь и здесь заряжаете 3.0 usb заряжает очень очень быстро он телефон и причем на любой зарядке у меня вообще там я с дачи заезжаю 40 километров у меня уже там процентов 70 тонн с нуля заряжает вот ну конечно большое дело это вольтметр который здесь находится видите показывает сколько у вас аккумулятора в каком состоянии в то же время когда вы заводите мотоцикл то же самое показывает зарядку давайте раз уж показывать полностью значит показывать полностью ну вот видите показывает зарядку достаточно достаточно удобная вещь рекомендую покупать просто сюда обычный вольтметр отдельно ставить или отдельно зарядку ну наверное это не совсем логично вот так что касается вот зарядочки да ну кто-то еще ставит такую для зарядки что можно было колеса подкачивать ну наверно кому-то путешествие больше катается всем нужнее ну вот это прям реально оптимальный вариант зачем иметь несколько зарядок я не знаю но если вы путешествуете то я допустим если далеко еду я бы лучше брал пауэрбанк себе и заряжал через него а это как бы такое что называется нз ну опять же я не буду путешественник не буду лезть туда куда я не знаю но мне кажется что вот это вот как оптимальный вариант самый-самый нормальный и в общем то здесь отверстие у меня было и здесь у меня стоял вольтметр но мне ничего не работало как подогрев ручек тут и прочая лабуда то есть не на уши навешивали я купился на самом деле ничего это не работал потому что все сгнило хотя стояла все фирменное и оксфорд ручки прочее там все с германией в общем рекомендую отличная вещь но отработала она у меня один сезон потом стала глючить почему не знаю возможно скорее всего не мешало бы там каким силиконом сзади залить чтобы не затекала потому что у меня стало подключивать и мне пришлось заказать еще одну но пришла очень быстро я поставил эту ну не знаю мне я заказал там же хоть она и легла быстро но я считаю что это где-то больше по моей вине потому что попала влага тоже ссылочка в описании пожалуйста ребят есть каких-то ссылок там вдруг чего-то нету сразу говорю то есть не без обид вы же понимаете ссылка сегодня есть а через два часа и может не быть так что тут непредсказуемо я оставляю там где покупал я по крайней мере аналог найти можно всегда синхронизатор но многие наверное видели на канале у меня есть обзор на это синхронизатор заказывал в китае более того что там обзор и сразу его использование на мотоцикле я проводил синхронизатор проводил я уже ее раза три один раз когда купил и два раза когда уже ставил манифольд и здесь занимался регулировкой клапанов карбюраторами вот я его использовал значит сразу хочу сказать здесь говеные вот эти шланжики но сегодня шланжики эти резиновые стоит действительно очень больших денег и поменять их достаточно дорого потому что дешевле купить хороший синхронизатор с такими же хорошими шлангами вот что в нашем случае смотрите что что стоят вот здесь шланги да они все держат принципе нормально но вот эти вот шланги которые находятся вставляются непосредственно в мотор да то есть они имеют свойство просто разваливаться и распадаться и пользоваться вставлять вы их вот в такие вот идут шпильки специальных как которого вкручиваете до двигатель и потом вставляете в них они нагреваются и эта резинка очень сильно расползается безусловно конечно им честно скажу может показывать неправильно поэтому если есть возможность лучше конечно вот это шланг именно который идет вот от регулятора вот этого лучше его конечно поменять вот но я не менял я знаете как делать надо синхронизировать я отрезал этот кусочек который видите вот он такой такой концовка такая да такая помятая одноразовая не просто подрезая с запасом чуть-чуть и заново вставляю то есть хватит них на 10 зарядок да и фиксим тот не жалко будет потом поменять эти шланги но сами манометры сам синхронизатор работает отлично опять не смотря на то что китай и я другие отзывы смотрел очень даже хорошая вещь я настоятельно рекомендую вам использовать если вы не занимаясь занимайте чисто для себя непрофессионально вполне себе хорошая вещь и можно ей пользоваться все ссылочка в описании проверена эта вещь что не проверено я об этом говорю если воздушный фильтр я не знаю как что он поведет что просто заказал то здесь я проверял просто надо будет когда купили немножечко его поднастроить вот эти вот все чтобы на манометрах стояли стрелочки все ровненько ну это мелочь даже в интернете где-то я видел кто-то это все объяснил в общем покупки рекомендую тоже одна из самых самых моих любимых покупок это крепление для экшн камеры которая находится спереди вы знаете что вот это очень достойное крепление вот если я переживал за вот эти вот боковые которые у стоят хотя они тоже стоят намертво здесь у меня стоит камера сонька которая снимаю сейчас это крепление стоит для других камер у меня есть еще там обычная бюджетная камера и кенда аж 9r кто-то может знает и есть вторая камера у нас и джекам редкая тварь я ненавижу на мне столько жизни испортил столько видосов но тем не менее она есть снимает неплохо но не проблемы со звуком вот конечно соника не сравнить и я долго искал крепление и разные ставил сюда есть который на резинках такие но это сразу говорю это отстойное крепление это просто топчик никогда у вас с этого крепления ничего не выпадет я вам гарантирую но это просто намертво это вечно очень кто хочет поставить камеру вот возьмите не поленитесь поставьте такую вещь снять очень просто вы феном легко возьмете снимите вот эту часть но у вас четыре площадки есть людей держится на двух площадках но я взял на 4 это точно 200 процентов надежно кроме того я по-моему на канале я на своем показывал уже это видео опять же у меня по-моему здесь работает очень хорошо еще и вентиляция да вот видите она двигается то есть надо можно регулировать а те что я оставил все вентиляция забудь она не подходит сбоку ну сверху телепузиков я вообще не люблю это раз второе я даже не знаю где укрепить потому что здесь все мешает мне вот но здесь тоже крепится нормально но увидите у меня есть страховочка здесь то есть вести что-то дух даже камеру упадет есть страховка микрофон короче не буду вникать все на канале есть как я подключал ссылка в описании на тоже на вот это крепление далее реле для светодиодных поворотов вот одно из реле значит этот к немножечко подороже есть который подешевле сейчас я покажу который стоит у меня не поленюсь вот здесь сверху стоит регулятор где вы регулируете чистоту но в моем случае все стоят на максимуме на максимуме выкрученными вот и получается вполне себе нормальная чистота то есть она по госту даже соответствует и техосмотр я проходил они прям стояли прикиньте и замеряли раз два три там но ничего не сказали все в порядке вот там была какая погрешность вот можно такой вариант брать но был у меня уже есть у меня реле и точнее стоит у меня реле немножко другое ребят абсолютно бесполезная херня но как я уже понял любитель всякой лабуды вот это такие вот колпачки на ниппеле здесь написано диверсен вот хотите верьте хотите нет вот сверху на них написано диверсен прикиньте вот да кто-то скажет так нагнется так у тебя диверсен колпачки мужик на самом деле просто хрень который везде подходит но она есть разных цветов под любые мотоциклы и ну чего как функцию сонни выполняет это металл вполне себе это хорошо вот и вот такие вот они подходят и спереди у меня стоять соответственно где он блин и сзади стоит такой же видите все как положено красота но это такая вот раз все снимаю свои покупки то пусть будет и это уже одна из таких мелких клюшек это обычная веревочка которую я купил себе вот на ключке они есть разные кто-то использует маленькие но я использую такие длинные во первых они не потеряются это раз во вторых можно на шею одеть мне немножко здесь подшивал мне . подшивала что покороче было вот но я использую тоже третий сезон такую длинную и честно говоря мне очень нравится они из разного вида и если вам глаз приятно порадовать но почему бы не заказать ссылка в описании